Съёмочная группа телепередачи Тайной истории приехала в Новоафонский музей Абхазского царства. Здесь очень много интересных артефактов, и о них сегодня нам здесь расскажут научные сотрудники. Алхаз, вот в этом тоже стенде мы видим очень интересные находки. Расскажите нам о них. Как вам известно, чаще всего в музей приходят люди, чтобы увидеть ценные украшения и монеты. Это больше всего привлекает посетителей музея. В данном случае, да, эта витрина специально сделана для того, чтобы показать монетные находки Амакопии и ближайшие округи. Первые находки у нас появились в 2008 году абсолютно случайно. Тогда мы проводили реставрацию главной восточной башни в Цитадели. Участок дороги обвалился, и нам необходимо было провести какие-то укрепительные работы для того, чтобы дальше не происходили обвалы, и для того, чтобы можно было передвигаться без угроз для людей, собственно говоря. С первым же ударом кирки начали появляться какие-то предметы, керамические в основном. Тут же мы остановили все, Гиви Шамелович, царство ему небесное, живой был, он говорит все, никаких кирок, никаких лопат, будем все аккуратно смотреть, аккуратно будем собирать. Там подняли коробки, начали собирать, в основном это был бой керамики. Керамики было очень много, много было остатков пищи, то есть костных остатков пищи, и все это было перемешано. То есть в то время это место, терраса, на которой стоит цитадель, и это вот ее край. В то время, видимо, это был у них искусственный отвал, весь мусор из верхней части крепости выносился и выбрасывался в одном месте. И все это, естественно, когда носком выбрасывается, оно сползает. И никакой стратеграфии обнаружить невозможно. То есть то, что было тяжелее или упало дальше, оно окажется ниже. Это может быть более поздний материал. А то, что как бы, ну одним словом, никакой стратеграфии не было. Это уже потом мы, когда пригласили археологов и начали обрабатывать материал, мы поняли, что у нас предметы XI века могли находиться ниже, чем предметы античности, предантичного периода. То есть там был очень интересный, слово комплекс, наверное, не очень уместно, но очень интересный по хронологии набор артефактов. Твердо датировать можно черный лак. У нас в музее эти предметы здесь представлены. Там был и черный лак, это четвертый век, уверенно, четвертый, третий век до нашей эры. И в то же время были предметы XI века четко датируемые, в том числе и монеты. И вот сейчас мы перейдем к монетам. Вот первые находки у нас были тогда, если мне не изменяет память, мы нашли 13 монет из них. Это был клад? Нет, это выброс был. Выброс был. То есть все монеты, большинство монет, которые там были, это были византийские фолисы и полуфолисы. Это как сегодня, ну, может, 10 копеек, 20 копеек. Проходит время, они обесцениваются, они уже никому не нужны, потому что центры Чикана далеко. Это просто кусок металла. Проходит эпоха, это превращается в мусор. То есть они не были историками. Я так вижу эту ситуацию. И, значит, основная часть это были византийские фолисы и полуфолисы, а также несколько спрессованных монет в количестве пяти экземпляров. Просто склеены их друг с другом, вот в стопочку, и с кусками остатка кожи. Видимо, они были в кожаном кошелечке или кесете. И вот так они остались склеены, были найдены. Позже мы потом, когда их почистили, изучили, обработали, мы уже разобрали, что это такое. Но это, очевидно, было не меди, это было серебро. Не буду сейчас останавливаться именно на этих находках, потому что синхронные находки мы нашли позже в 2015 году. В 2014 году одну монету мы нашли в 2014 году, остальные в 2015 году. Были найдены в процессе археологических работ 2014-2015 года. В данном случае представлены эти монеты. Наверное, я буду начинать разговор с самой ранней монетой. Вообще, если смотреть нумизматический материал Абхазии, у нас массово представлены материалы античности Александра Македонского. Чаще всего встречаются. Оригиналы либо подражания. И для эпохи раннего Средневековья наиболее часто встречаются монеты Юстиниана в VI веке. Мы знаем, какую политику он проводил, активную на Кавказе, все эти события, сейчас я не хочу на них останавливаться. Но, к моему удивлению, на Анакопии мы не нашли монеты Юстиниана. Именно Чикана Юстиниана, его времени, мы не нашли. И какова была наша радость, когда в башне мы нашли монету следующего императора после Юстиниана, его племянника Юстина и Софии. Это конец VI века. Вот здесь она представлена первая. Первая. Это еще старый тип, классический тип Чикана Фолиса. Большая буква М. Значит, там украшения определенные, надписи, годы обозначены надписями, и место Чикана. Кон, Константинополь. Это вот под номером один. Она была найдена в башне. Это нам дало возможность косвенным образом предположить, что башня была построена, скорее всего, в этом временном лагере. В VI веке, конец VI века. Раз внутри в башне появляется монета VI века, то башня должна быть раньше. Соответственно. Так скажем, да. Насколько раньше, мы сейчас не можем сказать. Ну, раньше, конца VI века, было строение. Потом появляется монета. Это логика. Она важна и в археологии, и в жизни, и везде. Везде. Необходимо прибегать к логическим методам рассуждения. Этот тип монет мне также не был известен. Потому что все ранее найденные нами монеты, они были периода правления Македонской династии, начиная с Сиана Цимисхия, заканчивая Константином Мономаха. Так называемые анонимные. Анонимная византийская медь. Почему анонимная? Потому что на них отсутствует изображение императоров. То есть это был такой период в религиозном сознании византийцев, в том числе имперского двора, что на монете изображать себя было бы верхом тщеславия. И вместо себя они изображали на аверсе лик Спасителя, погрудное изображение Иисуса Христа в нимбе с Евангелием в руке, в груди. То есть вот этот тип стал преобладающим на чекане, медном чекане, длительного периода времени. Значит, Иоанн Цимисхия, Константин Мономах завершил эту серию. И вот основная часть бронзовых монет у нас представлена именно анонимными византийскими фолисами и полуфолисами. Они приходят на временной отрезок, как я уже говорил, захватывают самый конец X века и заканчивается середина XI века. С чем это связано, можно понять. Это опять-таки объясняется событиями в Анакопии, когда здесь находился византийский гарнизон, а им же выплачивали жалования. Естественно, солдатам золото никто не давал в руки. Серебро. В лучшем случае серебро, а чаще всего медь, потому что они находились на периферии, и на это серебро они мало что могли разменять и, скорее всего, с ними расплачивались медью. Причем, что самое интересное, вся медь, которая найдена у нас, византийская медь этого периода, Константинопольского чекана. Византийская империя огромная, дворов монетных масса по всей империи, но те находки, которые у нас в Анакопии, они все Константинопольского чекана. Это о чем говорилось? Это говорит о том, что были прямые связи, значение Анакопии для императора было очень важным и существенным, нахождение здесь военной базы было для них очень важно, и они напрямую определяли и начальствующих лиц, отправляли в командировку, скажем так, современным языком, генералов, протоспофариев, отправляли напрямую по указу императора и, естественно, жалование выплачивалось, скорее всего, напрямую из казны Константинополя. Вот о чем это может говорить. Что касается других находок, конечно, здесь есть интересные находки. Две монеты Константина Мономаха под номером 7 и 8. Серебряные монеты, серебряные, видите, 7 и 8. Да. Значит, здесь на лицевой стороне изображена богоматерь с воздетыми руками. Да. Обратите внимание. Вот. На одной монете мы показали аверс, на другой реверс. Угу. Считается, что этот образ влахенской богоматери. То есть он встречается еще и в иконописи. Да. То есть для этого периода влахенская богоматерь становится ее образ, скажем так, доминирующим. И в сфрагистике, и в монетном деле, и в церковной литургии. То есть это все взаимосвязано. Да. Значит, один тип, одна эпоха, скажем так. И вот эти монеты в хорошей сохранности, вот они представлены. Кстати, эти монеты не редки, но в Абхазии они редки. В целом мире количество найденных монет, их достаточно много, но в Абхазии они редки, редкие находки. Вот именно монеты Константина Моноаха вот с этим савирсом влахенской божьей матери. Загадкой, особняком стоит вопрос вот тех склеенных, спрессованных монет, помните, которые в начале в коже были. Точно такие же монеты мы нашли в количестве пяти штук тоже в воротной башне. Вот. И естественно, мне как исследователю важно было понять, что это за монеты, где они чеканились, какой период охватывают, да, эти монеты. Первое, на что я обратил внимание, что они были тонкие, как фольга. Естественно, когда человек изучает монеты, он размеры снимает, он взвешивает, да, то есть смотрит тип, сверяет это все. Ну, обратился я к каталогам, естественно. В Закавказье подражания к уфическим дирхемам были массовыми, но и эти монеты считаются подражаниями, с чем я не согласен. Есть принципиальное различие. Оригиналы аббасистских дирхемов и их подражания находятся в одной весовой категории. Инфляция происходит и в халифате происходила инфляция. Если раньше, в самом начале, значит, дирхем должен был составлять 3 грамма, позже он приходит к новой весовой норме, там 2 грамма, да. Но те находки, которые мы получили, их вес колебался от 0,63 граммов до 1 грамма. То есть это не подражание, естественно, не оригинал. Возникает мысль. Что это? Во все времена чеканка монет, да, это прерогатива государства, либо государство дает на откуп своим наместникам, либо крупным каким-то центрам, и всегда оно номинирует единицу, денежную единицу. То есть вес должен соответствовать стандарту. Изображение и надпись должны соответствовать заданию императора, допустим, либо правителя халифа. Они не могут расходиться. Даже когда речь идет о подражаниях, в то время мало кто умел читать. Люди взвешивали монеты. То есть обмен происходил путем взвешивания. Вот, допустим, что-то стоит там литр серебра. Литр серебра – это мера, это мера веса. Покупки совершались путем взвешивания. Никто не углублялся, что там написано, какие знаки, это подражание либо оригинал. Проверяли на прочность, проверяли, терли. Может, это аппликация, может, это подделка. Такие обычные, примитивные, эмпирические способы проверки. Все наши монеты не вписываются в эту канву. Почему? По весу. Я же уже сказал. Ноль-ноль с копейками. Но это воровство. Больше, чем в два раза. Это же воровство. То есть, когда человек делает крупную покупку, он взвешивает монеты. Но когда человек делает небольшую покупку, он же эту монету не будет, он не сможет взвесить ни один грамм. Трудно будет взвесить. Более того, мы прекрасно знаем по фактам историческим, что подделывали и веси, и гири. Подделывали не только монеты. Массово подделывались гирьки для весов. Более того, пробирное дело принадлежало исключительно государству. Государство проверяло соответствие весов тем мерам, которые были приняты, стандарты, которые были приняты в этом государстве в это время. И подделка весов карала смертью всегда, во всех государствах. Точно так же, как и подделка монет. Да. И возникает вопрос, возможно ли, что на территории халифата, это очень централизованное на первоначальном этапе государство, с очень суровыми законами и карающей системой. То есть у них это налажено было идеально. Возможно ли, чтобы на территории халифата где-либо, пусть это будет профинция, печатались подделки сомнительного качества. Обратите внимание, монеты отдают медным блеском. Вот этот комплекс монет. В бархатной коробочке. Здесь, посмотрите, это те же самые монеты. Они все отдают медным отливом. Это еще говорит о том, что содержание серебра в них очень-очень низкое. Помимо веса, обманули на весе. Еще на составе металла обманули. И третье, что доказывает, что это не официальный чекан, ни одна из надписей не считается. Это просто набор каких-то знаков. Это не считабельные надписи. Так это фальсификация. Это фальсификат, это подделка. Это не подражание. Скажу так, что на территории, огромной территории в этом периоде владычества халифата, на огромной территории, которая признала, скажем так, вассалитет некий по отношению к халифу, чеканились монеты, похожие на официальный чекан. Но всегда они старались придерживаться веса. Более того, периоды X века, XI века, да и IX века связаны с большим серебряным кризисом. Эти монеты находятся сегодня, находятся в большом количестве в виде кладов, находятся в Скандинавии, в Восточной Европе. Основные клады монет подражаний куфических дирхемов вместе с оригиналами сегодня по всему миру находят, но за пределами Закавказья, Абхазии, Хазарии той же самой. То есть это был для того периода времени это главная разменная и накопительная монета была, серебро. И они накапливались в крупных центрах далеко-далеко за пределами территории халифата. И на этом фоне где-то работала подпольная мастерская. Теперь хочу рассказать историю находок подобных подражаний. А накопение единственное место. При раскопах Тебельды Юрий Николаевич Воронов и Олег Гажба нашли клад, в основном состоявший из подражаний к куфическим дирхемам. Там более 20 монет. Эти монеты я изучил и опубликовал. Есть такой исследователь Джалагония. Я обратился для сравнения, для понятия этого вопроса. Я обратился к его монетам. Что самое интересное, на наших анакопийских монетах, на некоторых, и на некоторых его монетах, я нашел чекан одной матрицы. Причем, что самое интересное, самое интересное, слушайте внимательно. Обычно монета имеет аверс и риверс. В этих комплексах встречаются монеты с одинаковыми изображениями с одной и с другой стороны. Встречаются монеты, лицо, которое отчеканено одной матрицей, а обратная сторона отчеканена другой матрицей. То есть никакого контроля, никакой систематизации работы. Я абсолютно согласен. Я об этом еще на раннем этапе высказал предположение, что эти монеты нельзя относить к XI веку, что эти монеты, скорее всего, конца IX-X века. Джалагония к этому же выводу приходит, и он обосновывает. Давайте теперь исторический контекст будем смотреть. Что было в IX-X веке? Что было в IX-X веке? Когда мы говорим о процветании, это первый этап независимости. Процветание здесь весьма условно. Весь мир еще полыхает, льется кровь, нет стабильных систем где-либо. Абхазское царство добилось буферности некой. Скорее всего, было дипломатическое соглашение. То есть не потому, что арабы не могли прийти на территорию царства и не могли ее контролировать или еще какие-то акции предпринимать. Конечно, у них было бы достаточно физических сил и войска для этого. Но первое, они, наверное, не видели в этом надобности, стратегической надобности. Им это не нужно было по стратегическим каким-то целям. Во-вторых, скорее всего, к этому времени Аббазге удалось заключить некое соглашение о нейтральности. То есть мы не трогаем вас, вы не трогаете нас, да? Мы не интересуемся вами, вы не интересуетесь нами. Кстати, существуют письменные источники, что в этот период некие абхазские правители платили даньера. Возможно и такое. На первоначальном этапе абхазские правители откупались для того, чтобы на территории Абхазии не происходило каких-либо военных действий. Переключаемся теперь к монетам. Но официальных арабских дирхемов в Абхазии найдено, конечно, но очень мало. В основном хождение на территории Абхазского царства не в границах современной Абхазии, я имею в виду Абхазское царство, вот здесь показано, со столицей в Кутаиси, да, Кутатис. Основные находки этих кладов были на территории Абхазского царства. Анакопия, Тибельда, пригород Кутаиси, пригород Батума. Все основные массовые комплексы этих монет найдены именно здесь. Они не найдены в Скандинавии, они не найдены в Восточной Европе. То есть возникает мысль, что для внутреннего хождения каким-то образом было получено разрешение. Да, предположим, одна из версий. Для того, чтобы обеспечить хождение монеты, нужно же ее чеканить, да? Возможно, что правители Абхазии получили разрешение на чекан монет. Но тот, кто дал разрешение, не имел возможности контролировать. Разрешение дал, но контролировать не мог. И таким образом появляется серия, она типична для 9-10 веков, появляется серия монет, которые находятся на территории Абхазского царства. Чаще всего ее находят именно там. Которая не соответствует ни по составу металла. Уфическое серебро почему так ценилось? Потому что было чистейшее серебро. Почему его, значит, собирали и закладывали в виде кладов? Обязательно в соответствии весу. Европейским правителям, феодалам, герцогам это важно было. Не то, что там написано было Аллах, значит, главная надпись там была «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед его пророк». То есть на аверсе этой монеты должно быть на Чиканина, именно вот эти слова должны быть на Чиканины. Так и было. Но на наших монетах просто значки и крючки на Чиканины. Был такой исследователь, как Пахомов, который изучал закавказское денежное обращение, в том числе и монеты Чиканины от имени грузинских царей, он так их называет, но мне такие незнакомые. Все цари так называемой Грузии номинировали себя царями Абхазии и других племен. Да. И вот он считает, что какие-то из этих монет содержат перевернутую надпись, сокращенную слово «Тбелиссий», три буквы «Т», «Б», «В», он увидел перевернутые, и исходя из этого считает, что они могли Чиканина в Тифлисе. Но абсолютно это невозможно, потому что в Тифлисе находился Тифлисский Эмират. Как известно. Всем вообще известно до тех пор, пока Давид, абхазский царь, не освободил Тифлис и не присоединил к своему государству. Это было в XII веке, да? Тифлисский халифат, естественно, он придерживался правилам Чикана, нормам Чикана халифа. Верно? А вот это то, что он буквы вот так увидел, я предполагаю, что это всего лишь его фантазия. Однозначно. Ну, однозначно сказать не могу. А я вот могу почему-то. А вот те монеты, что самое интересное, которые найдены в Абхазии, в том числе в Тибельде, есть монеты, на которых есть перевернутая так называемая надпись из трех букв в одном кладе, и есть, в которых нет никаких перевернутых трех букв. Остальное соответствие есть по весу, по размеру идет соответствие и по времени, естественно. То есть матрицы просто резали с кем-то непонятно как. Человек, который резал их, ничего не понимал в письме арабском, уфическом письме. Он просто смотрел на оригинал и пытался воспроизвести то, что он видит при помощи резака. При этом он не понимал, что при ударе получается обратный оттиск. То есть это же важно понимать. То есть при резке матрицы нужно понимать, что получается обратный оттиск для того, чтобы прочитывалось то, что написано. У него все это не соблюдено, у этого резчика матриц. Причем матриц, оказывается, очень много. Было. Было, да. Мы видим монеты, которые с обеих сторон несут одинаково искаженное изображение. Мы видим монета анакопийская из склада цибельды, отчеканенная с одной стороны одной матрицей, а с другой стороны другими матрицами. И куча нарушений, которые никак к монетному делу, правильному монетному делу не могут иметь отношения. Но вопрос открытий, где, кем и когда производилась подделка куфических гирхемов. Это уже везение археолога. Надо найти, раскопать. Подэтаживая. Подэтаживая. Подэтаживая, да. По монетам. По монетам. Если мы продолжим, у нас есть еще одна интересная монета времени Трапезунской империи. Она вот здесь находится под номером 12. Эта монета была найдена в селе Анфа со слов того, у кого я приобрел ее. Случайно была найдена. При подготовке экспозиции мне удалось ее более точно продатировать. Это время, кому принадлежало. Исходя из моих данных, здесь изображены два человека. Вот обратите внимание, два человека стоят рядом. Это император Иоанн II и Алексей II рядом. Два соправителя, два императора. И время Чиканы я отношу к 1297 году. В это время, естественно, торговые отношения прекрасные существовали. Трапезунская империя рядом с нами находится. Более того, в Абхазском царстве на какой-то период появляются монеты Чикана собственного. С типом, неким иконографическим типом Трапезунской империи. Такая тоже перекличка есть. Ну вот Силуан Хан мы тоже посчитали возможным разместить на нашем стенде. Я думаю, это интересно. Есть у нас и римские динарии. Какой он по счету? 13, 14, 15. Это римские динарии? Римские динарии, да. Римские динарии, вот я эту историю обязан рассказать, это дар. Это дар Нурика Гезердава, если вы помните. Нурика Гезердава как-то сюда пришел с моим одноклассником Алхасом Лакоба. В гости пришел. И вот они все как бы, мы пообщались, они посмотрели. Потом говорит, Хас говорит, у Алхаса есть монеты, он хочет тебе их подарить, но он в Москву уезжает. Я когда буду в Москве, он мне передаст, я тебе их привезу. Ну и спустя там месяц или какое-то время он передал мне дар от Алхаса Лакоба вот эти три римских динарии. Я их определил, ну как бы прочитал, определил и тоже здесь они у нас в экспозиции. А где они были найдены, если вы уже эту историю рассказали? Нет, это все купленное. Это в Москве, да. В Москве купленное. Есть же черный рынок, продается. Все, в интернете можно любой тип монет сегодня зайти, заказать, купить, оплатить и получить. То есть черный рынок процветает. Многим абхазским мечтателям хочу сказать, что эти монеты не стоят так дорого, как они себе представляют. То есть у нас есть, в нашем обществе есть люди, которые мечтают найти монету и в один час разбогатеть. Мы находим монеты, мы их домой не несем. Мы их приносим, чтобы люди их видели. Ценность монеты в том, историческая монета в том, чтобы ее люди видели. Для того, чтобы изучить, написать статью, провести некий исторический экскурс, показать людям. А материальной ценности в ней никакой нет. Вот это хочу донести новичкам и прочим. Любителям нанизматики. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!